ПЛАННОВЫХ ОПЕРАЦИИ ПЛАННОВЫХ ОПЕРАЦИЯх и переносить их на следующий год. У Северо-Эстонской региональной больницы деньги на лечение закончились. Но это не значит, что мы закрыли нашу больницу. Мы оказываем неотложную медицинскую помощь. В последнем полугодии мы переработали примерно на 4,5 миллиона евро. Самая большая проблема – с ортопедией. В ортопедии мы не брали плановых пациентов, начиная с октября месяца. Когда кончаются деньги на лечение, в Северо-Эстонской региональной больнице предпочитают не назначать конкретное время операции, а оставят пациента на учет до того времени, пока появится финансирование. То есть в итоге получается очередь на очередь. Чем дольше пациент ждет своей очереди, тем больше, к сожалению, у него шанс попасть на операцию через отделение экстренной помощи. В клинике же Тартуского университета в этом году на плановую операцию удалось попасть почти всем пациентам. Мы надеемся, что к концу года отложенных операций будет около десятка, и по большей части они были отложены с конца года на первый квартал следующего, по организационным причинам. В предыдущие годы такие случаи исчислялись сотнями. То есть сами по себе цифры не космические, но если подумать о том, что сотни человек должны жить дальше со своими жалобами, то эти цифры все-таки высоки. Причина такой удачи кроется не в том, что средств больничной кассы было выделено больше. Просто в этом году предполагаемое количество операций в этой больнице совпало с числом реальных. В будущем году больничной кассе будет выделено больше средств из госбюджета. Поможет ли это изменить ситуацию? Многое изменится. Дополнительные деньги будут выделены для отделения ортопедии, где, мы надеемся, очереди в течение года сократятся вдвое. Думаю, что для тех пациентов, которые ожидают операции на бедро или колено, это очень хорошая новость. Также улучшится ситуация для тех пациентов, которые ожидают операции по удалению катаракты. И дополнительное финансирование получит отделение общей хирургии. В 2018 году бюджет больничной кассы увеличится на 34 миллиона евро. Давайте теперь посмотрим на картину в целом. Самые длинные очереди к специалистам, по данным больничной кассы, на третий квартал текущего года в Северо-Эстонской региональной больнице, Ида и Ляны Таллинских центральных больницах и клинике Тартусского университета. А самые востребованные врачи сейчас – это нейрохирурги. Время ожидания здесь в среднем составляет 101 день. Очередь к офтальмологам примерно 73 дня. Визита к гастроэнтерологу придется дожидаться 64 дня. К неврологу 66 дней, а к челюстно-лицевому хирургу 61 день. Подчеркну, это лишь усредненные значения по всей стране. А сейчас давайте взглянем на реальную картину очередей к конкретным специалистам. Так, судя по сведениям на домашней странице больничной кассы, очередь к ортопеду в Ида Таллинской центральной больнице составляет 560 дней. То есть это более полутора лет. 430 дней или один год и два месяца придется ждать приема в отделении общей хирургии клиники Тартусского университета. Ситуация явно требует вмешательства. Посмотрим, как в следующем году эстонский Минздрав будет решать эту проблему. Минздрав будет решать эту проблему.